Валерия Сарамятникова, научный сотрудник Института фундаментальной медицины и биологии. Эта хрупкая девушка работает над тем, чтобы у каждого человека была возможность вылечить крупные и затяжные раны самого большого органа покровной системы – кожи. Ежегодно миллионы людей страдают от незаживающих ран, патологических хрупцов или травм, сопровождающихся инфекцией. Множественные исследования и статистики не радуют цифрами, именно поэтому, по словам ученого, требуется создание более эффективных подходов к лечению. Одним из таких является научный проект девушки, который нацелен на разработку технологии массового производства мембранных визикул для заживления ран. По словам Валерия, с помощью использования внеклеточных визикул на пораженной клетке и проникновения их через физиологические барьеры можно будет достичь благоприятного исхода. Клетка в норме, она продуцирует эти внеклеточные визикулы, но в очень ограниченном количестве. Чтобы транслировать эту технологию, этот терапевтический инструмент, клиническую практику, нам нужно вот эти визикулы предоставить в большем объеме. То есть, чтобы мы могли это транслировать уже на пациента. А так как я предполагаю использовать на коже, это будут либо какие-то инъекции вокруг кожи, внутрикожные, либо непосредственно в составе каких-то матриксов наноситься на рану. Неклеточные визикулы, они продуцируются всеми типами клеток, и они выполняют такую уникальную биологическую функцию. Они переносят, инкапсулируют себе молекулы. И таким образом клетки обмениваются и информацией, и биологически активными молекулами. Российский научный фонд поддержал проект Валерии и предоставил грант – полтора миллиона рублей для дальнейшей плодотворной работы. Реализация проекта позволит разработать прототип препарата для лечения социально значимого заболевания человека, социальный эффект от которого заключается в повышении эффективности терапии и сокращении срока заживления. Когда мы получим технологию неклеточных визикул, которые нам позволят получать визикулы в большом количестве, которые будут безопасны, мы покажем терапевтическую эффективность на коже, конечно, мы будем двигать эту технологию дальше. Мы будем патентовать ее на начальных этапах, потом до клинику и клинические исследования проведем соответственно. Потому что если мы просто остановимся на этом этапе, конечно, это будет все бесполезно. Нам надо двигаться дальше, так как изначально была цель все-таки клинической трансляции технологии на базе НКЦ. Применение вне-клеточных визикул в клинической практике по-прежнему затруднено по причине того, что клетки секретируют критически недостаточное количество для лечения обширных по площади поражений тканей. По словам научного сотрудника, таким образом разработка дешевого, промышленно применимого способа получения значимого количества визикул, который сохранит биологическую активность и однородность получаемого продукта от партии к партии, актуален как никогда. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс.